Вот я никогда не понимал экономической целесообразности бренда Opel. Не то чтобы прям целесообразности, но я не понимал, как он существует. Потому что еще, по-моему, в 2012 году все руководство GM собралось и решило, а дайте-ка мы посчитаем, что у нас вообще под ником-то получается с этим Opel. Вот мы его вроде как купили уже давно, давайте хоть посчитаем, что происходит вообще. И подбили полностью все цифры. И получилось, что за все время существования своего в концерне GM Opel принес только убытки. То есть они взяли, сложили все деньги, которые они заработали на Opel, все, что они на него потратили. И в итоге получился минус, причем минус довольно серьезный. Я не помню точных цифр, но там, ну естественно, какие-то сотни миллионов долларов. И потом через какое-то время до меня дошло, что они себе могут это позволять просто потому, что GM, как и АвтоВАЗ у нас, это корпорация, которая живет за счет госденег. И по факту они могут творить вообще все, что угодно. Все, что им в голову взбредет. Самые дурацкие решения, которые ведут к тому, что они просто потеряют кучу денег, они могут спокойно делать просто потому, что они потом в любой момент приходят в государство с виноватыми глазами и говорят, что надо бы подкинуть, и им подкидывают. Как это было с АвтоВАЗом у нас? Вот что, просто более явный пример будет. У нас же было несколько траншей, просто государство вливало бешеные деньги в АвтоВАЗ. И вот когда был последний транш у АвтоВАЗа, когда он еще не был куплен, верно, не сам, а был еще, там еще Кобаров сидел в управлении, то ли АвтоВАЗ, то ли за рулем выпустили статью, где они просто посчитали, что если вот все эти деньги, которые государство просто дало АвтоВАЗу на развитие, взять и поделить на стоимость Калины, причем стоимость Калины не из завода, а вот именно вот уже на стоимость, по которой она стоит уже в автосалоне, то получится, что АвтоВАЗ может в принципе год работать просто бесплатно, просто бесплатно раздавая людям автомобили, и при этом они будут в плюсе, потому что денег у них просто было много. То же самое GM. И сейчас на самом деле происходит не только у нас такая фигня, что GM выводит свои бренды из России, он также выводит бренд Chevrolet из Европы. И вот здесь на самом деле показана прямо разница отношений к нам и к Европе, потому что в Европе о том, что бренд Chevrolet будет выводиться из рынка страны, дилеры были предупреждены заранее, они были предупреждены еще в 2012 году, хотя вывод будет после нас в 2016 году. И вот все, и там все знают, и покупатели знают, и дилеры знают, что через 4 года Chevrolet не будет у них здесь, и они соответственно как-то там корректируют свои планы, и рассчитывают на то, что им нужно делать. У нас же GM просто с бухты барахты взял и сказал, ребята, спасибо, до свидания, мы пошли. И соответственно у всех дилеров вопрос, у всех покупателей вопрос, никто ничего не знает, опять паника на рынке. У нас в принципе сейчас на рынке все очень весело довольно происходит, даже до сих пор рынок нестабилен, происходит непонятно что, и GM еще просто подливает масло в огонь. Проблема в том, что у нас по стране открыто почти 270 автосалонов Chevrolet и Opel, и соответственно нужно с ними что-то делать. Они в одинаковых пропорциях, там порядка 140 салонов Chevrolet и 130 салонов Opel. Ну, не помню точных цифров. Я просто почему по этому поводу решил рассуждать, потому что у меня и вконтакте люди спрашивают, и мои друзья мне начали спрашивать, что делать, а вот у меня Chevrolet стоит не продавать, покупать, что делать. Смотрите, суть в чем. К декабрю этого года, к декабрю 2015 года, Chevrolet и Opel официально у нас существовать уже не будет. У нас не будет представительства, у нас не будет ничего. Останутся только автосалоны, которые будут просто со временем закрываться. И если вы житель большого города, Москва, Питер, Екатеринбург, там кто угодно, ну, города-миллионника, да, где есть большие автосалоны мультимарочные, то вам бояться нечего, потому что по-любому где-нибудь там у вас останется официальный сервис, официальный сервис, и вы можете сейчас купить автомобиль и как-то по гарантии его обслуживать, и какие-то гарантийные обязательства перед вами будут соблюдены. Например, в ситуации, вот как с моим городом, да, Великим Новгородом, маленький городок, где 200 тысяч людей, население, и у нас там салонов-то, как таковых, не очень много, у нас там есть Chevrolet и Opel, но я уверен, что его закроют в течение 2015 года, и вот все люди, которые у нас в Новгороде будут иметь автомобили на гарантии Chevrolet, они будут вынуждены ездить в Питер за 200 километров, просто чтобы поменять масло в своем автомобиле, чтобы продлевали гарантийный период. Это проблема. По поводу БУшки, беспокоиться вообще не стоит, потому что у нас просто огромный автопарк, Лачетти, Крузов, Астр, там, кого угодно, у нас этих машин много реально, это один из самых больших дилеров в России был, в принципе, в смысле не дилеров, а брендов. И беспокоиться по поводу запчастей сервисов не стоит, потому что все это есть и никуда это не денется. Цены как-то на них сильные, на вторичке падать, возрастать не будут ни в коем случае. Сейчас, пока идет распродажа склада, сейчас сливаются машины за копейки. Ну, опять же, за копейки – это носительное понятие, потому что, на самом деле, когда только вот началась вся эта колитель с курсом, да, вот этот вот жуткий, там, просто жуткий ноябрь-декабрь, GM одним, одни из первых подняли ценник. Притом, они подняли ценник очень серьезно. Там, серьезно, я видел Chevrolet Cruze не в максимальной комплектации, в салоне, там, за миллион с чем-то вообще. Вообще, как бы, просто сумасшедший ценник. И, естественно, сразу же от покупателей GM получил по щам, потому что в декабре и в январе у них просели продажи на 68%. 68% – это, ну, это все, это конец. То есть, допустим, стоит там план, там, 10 тысяч автомобилей в месяц, ну, к примеру, да, и продается только 3 тысячи автомобилей. Это очень круто. Ну, и логично, почему они ушли. Опять же, по поводу ухода. Ну, помимо того, что вот закрывается куча дилеров, закрывается также завод, это все рабочие места, это все очень печально для людей, которые работали на GM. Но, опять же, для меня вот непонятный момент, что они закрывают завод, они его никому не сдают в аренду, они не распродают оборудование, они просто его консервируют. То есть, будет просто стоять завод совсем со сборочной линией, совсем он будет стоять. Ну, пока что, по крайней мере, они не говорили ни о чем, что они кому-то садут его в аренду, либо будут там, либо дадут другим брендам там производить автомобиль. То есть, завод просто закрывается на консервацию. И в этом есть смысл только в том случае, если они планируют к нам вернуться. Они по-любому к нам вернутся, когда у нас ситуация будет чуть получше, потому что мы все-таки один из крупнейших авторынков мира, в принципе. Они оставят у нас Кадиллак, они оставят у нас истинных американцев, это Тахо и Камара, и Корвет также еще останется. И все. И опять же, возвращаться, опять же, довольно глупое занятие, потому что они сами отчитались о том, что вот на переработку своей бизнес-модели и на вывод брендов из России они потратят 600 миллионов долларов. Опять же, сумма-то такая нифига не легкая для, даже пусть и для одного из самых больших концернов мира, но тем не менее. Сумма не маленькая. И вот опять же вопрос, что это такое? То есть, это либо они опять делают какие-то сумасшедшие действия за счет того, что у них есть госденьги, либо не понимаю, а я лично не могу понять. Но самое веселое, это то, что как мне кажется, GM будет далеко не единственным, потому что проблема сейчас у всех, просто GM ну, решил свалить одним из первых, самый-то первый был Seat, но так как у нас автомобили Seat купило 50 человек в страде, поэтому это сильно было не замечено. Они вот как-то у нас появились, чуть-чуть просуществовали и ушли. Но сейчас уже начинают отчитываться Peugeot, Citroёn и Mitsubishi, что они переставляют производство у себя в Калуге. Сан-Йонг уже перестал возить к нам автомобили, но они это мотивируют тем, что у них какой-то большой склад, им склад не реализовать, надо вот, чтобы эти остатки мы продадим, тогда мы начнем дальше выкусить автомобили. Единственное, у кого все хорошо, это Hyundai Kia. Они молодцы, они вот реально молодцы. Они единственные, кто не стали повышать цены на автомобили, и они единственные, кто показал плюс в новом 2015 году. Плюс, я имею в виду, по объемам продаж. То есть у всех продажи упали жестко, а Hyundai Kia, они даже оказались в плюсе. Такая ситуация, то есть, ну, если у вас автомобиль Chevrolet, волноваться не стоит, волноваться вам стоит только в том случае, если у вас автомобиль гарантийный, и вы живете где-то далеко от большого центра. Опять же, буквально вчера я общался с одним из менеджеров в официальном дилере Chevrolet, и он сказал такой факт, что в тот момент, когда представительство и все дилеры объявили, что сейчас будут автомобили, остатки реализовываться с 25-30% скидкой, в день только в его салон звонило порядка 500 человек. Их там все 8 менеджеров в салоне. Вот на этих 8-мерых менеджеров навалилось 500 человек, которые сказали, срочно нам дайте машину. И вот, по крайней мере, то, что стояло у них в салоне, раскупилось просто сзади. Потому что цена на них действительно выгодная. И если разговор идет о Москве, то все гарантийные обязательства, все это будет соблюдаться. С запчастями, с сервисом никаких проблем не будет. Поэтому, если вы живете в большом городе, то, да, сейчас, если у вас там еще что-то осталось от каких-то автомобилей, то есть смысл, да, сейчас взять, поехать и купить. Вот такая история. Еще хотел поговорить по другой теме, которая уже не относится к новым автомобилям. Она относится к поддержанным автомобилям. Я заметил такую вещь, что практически каждый человек, который пишет ко мне с просьбой что-то посоветовать, да, имеется в виду из автомобиля с пробегом, да, что вот я там выбираю между тем-то, тем-то, что посоветуешь. И у всех одним из главных критериев выставлена надежность. Ну, это логично, да, чтобы автомобиль был надежным. И все вот спрашивают, что вот я вот хочу купить такой-то автомобиль, как он будет по надежности? Как он там будет ездить? Как он будет себя чувствовать? Не сломается ли он у меня сразу? И так далее. Так вот, очень важно понимать, что на самом деле надежность автомобиля, да, надежность конкретно вашего автомобиля, который вы либо собираетесь купить, либо уже владеете им, напрямую, целиком и полностью зависит от вас. От того, как вы этот автомобиль эксплуатируете, как вы на этом автомобиле ездите, как вы его обслуживаете, что вы с ним делаете в принципе. Да, конечно, есть там определенное влияние самой модели, то, что в них заложены конструктивно там какие-то косяки, что можно прогнозировать, что там на таком-то пробеге примерно может выйти из строя то-то. На таком-то, то-то. Но, опять же, вот я сейчас еду в Великий Новгород к себе. Все выходные, ну, вы, наверное, это видео увидите в выходные, 28-го, 29-го числа. У меня сейчас 27-е число. И вот 28-го, 29-го у нас будут съемки, будем снимать обзоры. И один из обзоров будет на Volkswagen Jetta, на который 120 тысяч пробегов, у которой 7-ступенчатая DSG, которая по всей статистике больше 50 тысяч не ходит без ремонта. Но, тем не менее, на 120 тысяч пробегов в нее не лазали ни разу. Там даже сцепление еще не меняли. Ну, это как мне сказал владелец автомобиля, а я еще приеду, посмотрю, там точно его поспрашиваю. Может быть, мы о разном говорили, но, тем не менее. Вот он сказал, что 120 тысяч, он в коробку не лазил вообще. Опять же вопрос, почему у кого-то она выходит там 20 тысяч, у кого-то 30, у кого-то вот 120, она живет вообще нормально. 90% надежности это вы. Это то, как вы. Вот если, вот серьезно, помните же анекдот про русского человека, который в закрытой комнате ему дали два шарика от подшипников, он один сломал, а другой потерял. Вот то же самое. Если вы точно такой же специалист, то вы что угодно сломаете. Вам хоть железную балку, да, и вы все равно напополам погнете. А есть люди, у которых автомобили, которые вот конструктивно, да, и в принципе вообще должны умирать прям сразу, но, тем не менее, ездят, ходят там и так далее. То есть есть люди, которые на вариаторах приезжают 300-400 тысяч, вообще туда не лазая ни разу. Кто-то и 50 тысяч на них проехать не может. Все целиком полностью зависит от вас. Конечно, есть определенное внимание, конечно, есть определенное влияние того, какой вы автомобиль купите, да. То есть если вы купите уже совсем скончавшийся труп и будете пытаться его как-то реанимировать, ну, там как бы, там понятно, что шансов мало, но, тем не менее. Я не спорю, конечно, есть какие-то вещи конструктивные. Ну, тот же DSG, например. Но, опять же, как это будет конкретно в вашем случае, никто кроме вас сказать не может, да и вы тоже сказать не можете. Нужно просто ездить и смотреть. И очень важно смотреть то, как автомобиль эксплуатировался, как на нем ездил предыдущий собственник, что он там с ним делал. Автомобили придут в большинстве своем тогда, когда уже владелец понимает, что все, на нем уже ездить дальше не стоит. И что надо бы от него потихоньку избавляться, что он уже его изъездил, либо у него самого в голове такая установка, что вот я сейчас отъезжаю гарантию, либо там отъезжаю, там еще там столько-то времени, и автомобиль должен рассыпаться. Очень редко, когда, очень, вот серьезно, я каждый день езжу по этим объявлениям, каждый день я смотрю на этих продавцов, на какие-то там какие-то ситуации. И очень редкая ситуация, когда человек продает это, как бы не хотел, реально не хотел продавать автомобиль, а продает. Ну вот так случилось, там бывает нужно квартиру купить, там нужно еще что-нибудь сделать, ну вот бывает. И как правило, когда такой человека мы находим, мы у него автомобиль покупаем. Вот. А в большинстве своем, это либо что-то с данной перекупом, либо поставленное в салон, чтобы просто самому не стыдно было, чтобы не было вот этого стыда за продажу, что приезжаешь, люди смотрят, ты такой думаешь, вы же сейчас на этом поедете, а я... Вот. Ну, чтобы не было этого все, раздуем в салоны. Опять же, у меня есть просто гениальный человек, который... У которого Mitsubishi Pajero Sport, который там еще один из самых первых вообще. И вот он на нем на протяжении 60 тысяч километров не менял масла в двигателе. И когда у него двигатель воткнул, когда ему пришлось заказать новый двигатель, там привезти, он ходил и вонял по поводу того, что вот, японцы уже не те, это все развалюхи, какое там японское качество, вообще о чем, вот ну как так, движок стуканул, а пробег-то небольшой еще. Опять же, есть просто куча людей, которые меняют там на турбированных двигателях масло там раз в 15-20 тысяч, а потом удивляются, почему же у них турбина на 60 умирает. Вся надежность автомобиля все только от вас. Вот именно когда вы... Вот именно тогда, когда вы его уже купили. Два момента. Вот что там от автомобиля осталось еще от предыдущего владельца, да, насколько он его там сильно изъездил. И что вы потом будете с ним сами делать. Вот, вот и все. В принципе, это все, что я вам хотел сказать в этом видео. На самом деле, я даже не планировал по этому поводу разгарить, просто вот мы едем в Новгород, 500 километров, скучно, и решил записать что-нибудь. Вот, ждите новых обзоров. На следующей неделе... Ну, на следующей неделе как минимум два появится. Еще я себе... Еще одна из новостей для вас я себе завел в Инстаграм, куда я буду постоянно выкладывать. Ну вот, кто, может быть, там следит за мной в ВКонтакте, тот видит, что у меня появляются теперь там на стене потихоньку там отзывы какие-то, выполненные работы. Вот, я буду постоянно все это выкидывать в Инстаграм, плюс там будут какие-нибудь фотографии по работе, какие-нибудь интересные вещи. Вот, поэтому ссылка на Инстаграм тоже в описании, ссылка на меня в ВКонтакте тоже в описании. Добавляйтесь, спрашивайте какие-то интересные... Ну, спрашивайте какие-то вопросы, которые вас интересуют. Вот, и увидимся в следующем видео.